Отмечали к радости. Под таким девизом уже в десятый раз стартовал двухдневный свято-алексеевский крестный ход. Из царского села, где в марте 1917 года была взята под стражу царская семья в Стрельну, где родился наследник царевич. Отправились десятки почитателей памяти семьи царя-страстотерпца Николая II. Крестный ход отправился от Федоровского государевого собора и начал самолебным царственным мучеником возле памятника царю-страстотерпцу Николая Александровича. А дальше проследовал по местам дорогим сердцу венеценосной семьи. Мы с вами идем, можно сказать, образно из места печали, где царская семья в великой печали, понимая предательство народа, но вместе с тем и любя его, и прощая его, готовились к отъезду. Что будет дальше, они не представляли, не знали. Комендант по великому секрету сказал, что они едут в Тобольск. Первая остановка у Федоровского городка. Этот комплекс духи русской архитектуры XII-XVII веков был задуман самим императором Николаем, любившим, как и его отец, русскую архитектуру. Значительную часть помещения городка с началом Первой мировой войны занимал госпиталь. Шествовали над госпитальными великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна. Сюда по императорской ветке привозили раненых в санитарные поезда, оборудованные стараниями государственной Александры Федоровны. С особой теплотой относился государь к Александровскому дворцу. Здесь в 1868 году он родился. Здесь прошли последние 13 лет его царствования. Отсюда 1 августа 1917 года под конвоем в крытых экипажах императорская семья была перевезена на станцию Александровская и оттуда отправлена в ссылку в Томбольск. Воспоминание Артемболевского говорит о том, что он подошел к нему и отдал рапору, и расплакался. Царь его обнял и сказал, что вам здесь будет небезопасно. Он развернулся, увидел, как из окошек посмотрели на эту часовню. В одном окошке царь с царицей, в другом окошке дети. Повернулся на часовню, мысленно помолился. И следующий взгляд в вагон. Шторы были уже зашторены. От печали к радости движется Свято-Алексеевский крестный ход. Впереди долгий путь по Волхонскому шоссе до станции Сергиева. Ночное чтение псалтыри, а на следующий день встреча с малым крестным ходом из храма апостола Петра и Павла в Михайловке. На протяжении этого крестного хода мы вспоминаем много скорбных событий, связанных с жизнью царской семьи. Но в то же время мы проходим вот этот путь и приходим на Нижнюю дачу, где родился царевич Алексей. Где произошло светлое событие в жизни царской семьи, да и в жизни всего государства Российского. Потому что когда-то день рождения царевича Алексея, это был государственный праздник. И он отмечался всей страной. И все люди относились к нему именно как к такому духовному, радостному, жизнеутверждающему событию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok